Всем привет! Хочу вам показать свой вариант сборки летающего крыла для полетов от первого лица Phantom FX-61. Видео о подробной сборке вышло сильно длинным. Посему я разбил весь процесс на несколько частей. В ключевых моментах буду давать пояснение. Итак, приступим. Изначально меня не устраивал ненадежный вариант заводского крепления элеронов и рычагов-сироприедов. В народе зовутся кабанчики. Прежде чем безжалостно проводить ампутацию элеронов, размещаем петли на равных расстояниях между элероном и крылом. Размещаем будущее расположение петель. Далее переходим к подготовке элеронов для последующей вклейки рычага-сиропривода с усилителем. Усилитель можно изготовить любой произвольной формы. Задача увеличить площадь склеивания. Материал для изготовления усилителя я выбрал пластину из углеродного волокна. Можно использовать текстолит, пластик, в зависимости какой клей вам больше по душе. В данном случае я использую 5-минутную моксидку. Размечаем место установки и переходим к вышлифованию на глубину равной толщине усилителя рычага-сиропривода. Продолжение следует... 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 Используя кусок пластины, наметив нужную глубину. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok При установке петель клей стараюсь наносить только на переднюю часть плоскости петли, так как посадочное место достаточно узкое, этого вполне достаточно в избежании выдавливания клея из посадочного места. Небольшой совет. Перед вклейкой петель держите рядом шприц с водой. Если клей попадет на место соединения половинок петли, то капните буквально каплю воды, сгибая петли несколько раз. Вода не даст проникнуть клею в подвижные части. Используйте клей быстрого затвердевания, дабы утром не обнаружить крыло с неподвижным эмироном. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Установку сервомоторов, начиная с расверливания отверстий в рычагах под диаметр тяги. Расверлил центральное отверстие, так как это нестребитое влетающее крыло, большое выемление ушло. При отсутствии сервотестера подключил серву к приемнику, выставил центральное положение. Это важно, потому как после установки сервомоторов до винтов крепления рычага не добраться без хирургического вмешательства. Прикручиваем рычаги на 90 градусов относительно плоскости сервы. На защелке тяги сервопривода одеваем термоусадку. Термоусадочную трубку прогрею после первых полетов, после больной точной настройки углов или ровнов. Серву приклеим на термоклей. В случае поломки при прогреве можно будет снять без проблем. Продолжение следует... Регулируем длину тяги. Устанавливаем. Защиту сервомеханизма изначально думал сделать на станке ЧПУ, что в принципе мне не составляло сделать никакого труда. Но как проект хотелось сделать повторяемым и доступным, то отказался от применения ЧПУ. В поисках подходящей формы для заготовки было перелопачено от бутылок, да и небольших пластиковых стаканов. Обрел на распылитель. Форма идеально подходит для изготовления защиты. Сняв верхнюю часть распылителя, вырезал форму под мои задачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Проверяем, чтобы тяга не касалась защиты. Вклеиваем на термоклей. В последующих видео я покажу, как я установил и доработал видеопередатчик и приемы управления. Антенны. Как реализовал защиту передней кромки крыла и стеклового окна. Как организовал охлаждение видеопередатчика. До следующих встреч. Пусть все у вас получится.